Вот мы с вами учились и в школе высших учебных занятий в советское время. В советское время готовили ученых, вот прямо начиная со школы. Во всяком случае был такой тезис. Поправьте меня, если я не прав, и расскажите мне, какая разница в подготовке ученых в нынешней модели образования и в той, которая нам с вами знакома по личному опыту. Вы знаете, нас действительно готовили как ученых, но для этого вначале взяли и классический университет разделили отдельно. Вот в областном городе сейчас есть аграрный университет, есть политехнический, есть сельхоз, есть медицинский университет, есть классический университет. И в каждом из них есть своя кафетра физики, своя кафетра химии, своя кафетра политехономии какой-то там и так далее. У них свои какие-то отраслевые химики, отраслевые экономисты там и так далее. Казалось бы, надо было готовить в едином классическом университете, вот как, например, университете Дружбы народов. Который вы возглавляете, я забыл сказать, что вы еще, ко всему прочему, ректор РДН. Да, и вот такого рода университет, где у нас есть и аграрный факультет, и медицинский факультет, и инженерный факультет. Но у нас дисциплины, например, математику, физику, химию читает настоящие доктора наук с физмат-факультета. А гуманитарные дисциплины читают настоящие доктора наук с факультета гуманитарно-социальных наук. У нас нет отдельно, как в некоторых университетах, кафедра математики на физфаке, кафедра математики на химфаке и так далее. Поэтому вот это взаимопрекновение уже здесь начинающееся, в подготовке ученых, оно очень важно. А нас готовили не только разделив университеты отдельно, но еще потом по такой узкой специальности, что мы друг друга уже не понимаем. Понимаете? Поэтому сейчас начинается тот процесс объединения вузов, который в частности идеологически может помочь решить и эту ключевую задачу, чтобы образование было фундаментальное и чтобы тем же инженерам-аграриям преподавали математику-физику люди-профессионалы в этой области. Поэтому это еще и содержательный вопрос. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.